Добрый день, уважаемые зрители. Рад приветствовать вас на канале SoulMash в эфире передачи неэкспертное время. Ну да, экспертное время. Будем проводить и вскрыть экспертизу. Да, в принципе, все логично. На нашем столе находятся очень интересные приспособления желто-черного цвета, вот и в свете последних событий, о которых вы говорили, касающихся УШМ. А это что? Вот я и думаю, что это не просто так. Желто-блокитно. А эти самые же дальше бегают, их не там, озабоченные с черным. Вот как-то так. Штирис, вы тяготете к большевизму? С чего взяли, Мюллер? Вы носите красные носки? Это о многом говорит и многое значит. Мюллер, а что значит то, что вы носите красные плавки? Руки вверх, Штирис. Вот вы и прокололись. Об этом знала только русская пианистка. Не понимаете, дурака, Мюллер, если вы будете дальше ходить, расстегнуты ширинки, об этом будет судачить весь Берлин. Да, уши, уши. Вокруг этого изделия, вокруг этого инструмента ходит в последнее время много всевозможных дискуссий, дебат, зачем, как, почему. Ну, кто соображает, сразу сказал. Ясно, понятно, поехали. Я постараюсь сейчас вместе с вами объяснить и рассказать, почему это стало актуально, особенно в последнее время. Покажу это на примере УШМ от фирмы Интерскол. Да, Интерсколовская. Смотрите, сейчас тут достану все эти причиндалы. Вот этот двигатель. Ну, это от другого взял, ну, без разницы. Вот, двигатель. Он у нас состоит из чего? Из статора, вот обмоточка, его пакетик железа, два полюса, ротора с ламельками, вот он, с коллектором ротора и с вентилятором. Это, так называемый, коллекторный двигатель переменного тока. Вот этот двигатель вращается с достаточной частотой, больше, там, двадцати, где-то, тысяч герц. Ой, оборотов, двадцать тысяч оборотов. Вот этот вот вентилятор, вот это вот все, и вот щеточки, они очень сильно шумят. Почему они шумят? Ну, вот мы можем тоже вот показать, например, это вот, Интерскол, вот оно вот так собрано. Вот там вот внутри, если заглянуть внутрь, ставят щетки, вот они сбоку видны, и эти щетки трутся по вот этим ламелям, по этим ламелям. И вот когда они трутся и переходят щетки с одной ламели на другую, возникают искры. Возникают радио, помехи, электромагнитные помехи, всевозможные. Плюс ко всему, вот графит забивается между ламелек, начинает их подмыкать. Плюс через вот эти вот все вентиляционные щели, вот, воздух захватывается, проходит через двигатель, выходит туда-назад, пыль попадает сюда, все это выходит из строя, но все это дико орет. Лежит, шумит и так далее. Ну и соседи, естественно, начинают, по-моему, стучать. Как минимум по трубам, да? Да, ну хорошо, может потом шваброй по голове, ну кому как придется. Но во всяком случае, по нервам ездит очень здорово. Вторым источником шума служит редуктор. Вот видно здесь мазочка, там вот малая шестерня и большая шестерня. Вот ведущая шестерня, вот ведомая, она вот обегает вот так вот, тут бегает вот так вот, да? Причем вот эта шестерня крутится двигателем, а эта уже крутит, ну, инструмент, диск. И вот на валу, на выходе здесь, у нее от четыре с половиной до шести тысяч оборотов. А здесь двадцать четыре тысячи. То есть фактически мы видим понижающий редуктор. Да, и вот эта гипоидная передача, она очень сильно шумит, очень сильно шумит. И вот из-за всех этих дел, из-за всех этих дел, и возникла проблемка, которую решили в принудительном порядке решить вверху. Как? Они запретили применять, вводить в эксплуатацию, не применять, вводить в эксплуатацию, предлагать продажам электроинструмент, в котором вот коллекторный двигатель применяется. Но и не только по причине того, что они шумят, но еще отсюда летит абразив, графит и прочее, прочее, там все действует на легких. И третья причина, это то, что КПД этого двигателя, ну, сорок-пятьдесят, очень больше процентов, шесть. И поэтому, когда мы смотрим, что пишется на упаковке, в коробке или этой дрели приводятся данные, что, вернее, у Шемки, это две тысячи триста ватт, это не на валу, вот здесь вот где инструмент стоит, нет, это то, что из сети потребляют. Соответственно, при такой эффективности на валу остается совсем ничего. Да, ну, намного меньше. Я так понимаю, если двигатель сорок-пятьдесят процентов КПД показывает, то плюс потери еще на редукции и так же. Да, больше ничего. И все это сдувает тепло. Поэтому для снижения энергозатрат Европа скользила, хватит. Ее начали поддерживать другие страны. Другие страны. И что же предлагается на сегодняшний день? Какие решения в этом плане? Сейчас мы это уберем. Ну, с этим более-менее понятно, да? Да. Что вот это, это уже отходит. Отходит. Ну, Россия еще будет долго, наверное, покупать, если мы не помешаем. Да. Но во многих странах этому беспределу уже ставят запрет. Вот. И в качестве альтернативы этому делу предлагается что? Предлагается бесчуточный двигатель. Да, и при этом, скажем так, ну, вот эта вот УШМка, которую мы с вами смотрели, она сетевая, предназначенная для включения в сеть. Есть такие же, это аккумуляторы подобные, но тоже коллекторные. Там двигатели стоят универсальные, либо двигатели постоянно только, но тоже коллекторы. Ну, предлагается, ну, шлемка другого плана, вот на упаковочке можно показать, без коллектора. Чем же она отличается? Вот мы сейчас достанем уже в разумранном виде. Сие чудо, инженерная китайская мысль. Ну, ручки нам с вами не нужны, и это все не нужно. Значит, отличается она те... Ну, сразу с ней же видно, что габариты разные, то есть это более маленькая. Нет, ну, это, да, это у нее круг 125 миллиметров, диаметр молотой, 230. Ой, сейчас я ее все-таки выдерну. О, какая красота, уже видим, да, преимущество. Значит, здесь, внутри, вот она собрана, это вся машинка на базе двигателя, так называемого, BLDC. Это магнитный двигатель. Мы видим, что у него уже нет коллектора. Это бесчуточный двигатель, но у него очень высокие обороты, 32 тысяч. Приблизительно, потому что здесь вот редуктор тоже, 1,4 приблизительно, даже больше может. Вот стоит. Здесь у него уже, видите, не два полюса, здесь у него, дай бог, шесть полюсов стоит. И управляется он от такой штуки, от контроллера называется, специально. А питается он от батарейки. Мы не распечатали, но вот батарейка тут, которая пристегивается вот к этой ручке, а заряжается батарейка вот от этого зарядного устройства. Все вроде бы прекрасно. Все хорошо. Достаточно степени. Есть на что посмотреть. Но все-таки 32 тысяч оборотов вентилятор здесь шумит без буш. КПД этого повыше. 100%. И редуктор такой же безобразно шумный. Безобразно шумный. Но тем не менее, тем не менее, это уже хороший прогресс. В чем проблема? Если вот такую вот машинку можно, УШМ, сетевую, 2,3 киловатта, которая включается от сети, девольта, брендовская, по акции можно там за 3700 купить, в розницу обычно можно где-то порядка 8 тысяч купить, то это 230 кругов. Вот это вот, 125-й круг со скидочкой нам обошлось 17 тысяч. Вместе брали, Помните? Да. Но это же только сама машина. Это сама машина. А к ней еще кабулятор с лишним тысяч. А к ней зарядничек. Зарядничек можно для другого потом пробенять тоже больше трех тысяч. Итого, что мы имеем, 23 тысяч. Вкусно. Очень. Очень вкусно. Очень вкусно. Но прогресс на лице. Грязь не летит. Проблема решена. Выбросов нет. КПД, КПД здесь хороший. Тут за 80% достигает. Благодаря хорошему контроллеру. Ну вот, кнопочку нажали, поехали. Но в чем неудобство-то аккумуляторы? Да, это автономно. Но если мы возьмем сетевой, то же самое будет состав, тот же самый, свой контроллер и так далее. Но цена не привели, Господи. Особенно, если вот такой мощностью взять. Поэтому, да, хорошо, но за прогресс надо платить. Насколько такие вещи доступны рядовому пользователю, рядовому человеку? Они ему недоступны? Тут ответ очевиден. Ну, я думаю, если кто-то там делает ремонт или хочет держать себе для того, чтобы там выполнять какие-то работы периодически, он у меня дома лежит. Вот у меня что, у меня ушемка и перфоратор, и шуруповерт, и дрель, инструменты. Почему? Потому что руки вроде бы как чего-то умеют. Вот поэтому все эти инструменты есть, но я покупал не самое дорогое. Почему? Потому что мне же не профессионально заниматься. А чтобы дома было что-то повесить, что-то отвалилось, что-то отремонтировать и так далее. В хозяйстве любого мужика это должно быть. И вот для хозяйства себе я бы такую не взял. Я бы такую не взял. Что же мы предлагаем? Это мы отложили. А мы предлагаем следующее. Что мы берем вот эту байду. на байду. Это основа мышечники. Такую либо вот такую какую угодно. Вот. Вот там видим двигатель. И в него вставляем вот такой двигатель. Подобно. Но я сейчас там и двигательные испытания сейчас стоят. А это я взял от другого. От торцевочной пилой. Ну что мы смотрим. Щеток нет. Магнитов нет. Нафиг нужен этот дед. Да, шучу. Вот этих вот щеток нет. И здесь вот у этой машинки тут вот тоже щеточка закрыта. Это девольтовская нота фирменная. И вот сюда мы вставляем вот этот двигатель. Асинхронный. Еще так нет. И обороты 6000. А по весу по массогабаритным размерам. Ну вот этот вот если возьмите так вот на руку и теперь вот этот этот тяжелее. Тяжелее, да. Да, но это больше у шленки. А так двигатель от массы что здесь стоит сейчас точно такой же будет и здесь. Вот то, что сейчас на испытаниях. По массе это уже одинаково. То есть фактически это конкретно от торцовочной пилой. Да, я показал для того, чтобы как он устроен этот большой двигатель. Вот. Так вопрос в чем, что вот это 2,3 потребляемая а вот его 4 киловатта номинально. Это мощность которая на валу. Ну это сильно. Естественно никто сюда 4 киловатта ставить не будет, да? Мы поставим наверное сюда порядка 1500 наши контроллер на 1600 вот у нас. Вот. Но полезная нагрузка на валу этой машины будет выше. И вот она не будет верещать щутками коллекторами и диким вентиляторным будет. То есть получается при всех вот этих потребительских качествах у него еще КПД больше у двигателя и соответственно потребление из сети можно будет снизить потому что здесь не нужна мощность 4 киловатта. Ну 2,3 киловатта не нужно как вот у этой достаточно будет 1500 ватт. Но только потребитель же посмотрит скажет 1500 ватт это не будет мощнее. Хотя мы уже показывали когда у нас испытания были совместные такое и такое мы показали что наше решит быстрее качество вот но запитываться этот двигатель будет не от прямого включения сети а через контроллер то что стоит здесь но здесь нет ни магнитов ничего вот это производится достаточно дешево а контроллер тоже свой контроллер свой наш и как бы там чтобы не было мы говорят а что раньше не делали мы этим контроллером занимались отрабатывая но еще не было этого проекта с Соларгруппом ничего потому что это 11 год 15 и так далее потому что хороший контроллер он требует проверку времени нельзя вот взяли и тут еще деманс такой интересный пока испытывали тестировали отрабатывали программное обеспечение чипы сняли с производства устарели пришлось заново на новых чипах делать и так далее но тем не менее эта работа завершена но это еще не все плюшки следующая плюшка заключается вот в чем сейчас где она там вот если здесь у нас идет соотношение редуктора 1.4 приблизительно то здесь будет отношение для нашего двигателя 1.1.6 это уже совсем другой распад да соответственно линейные скорости будут совершенно другие и здесь не 32 тысячи будет вот здесь на этой шестерне а 6 а сколько нужно для реза на диске а у диска надо от 4.5 до 6 и регулироваться это будет как раз контроллером а контроллером мы можем двигатель загнать в диапазоне до 9 тысяч потому мы можем установить ту скорость которая нам необходима но так как соотношение здесь совершенно другое то у нас и шумность редуктора падает да это еще одно потребительское качество мы в отличие вот от этого где тут никуда неудешь высокие обороты но здесь меньше поэтому мы снижаем и шумность редуктора поэтому в общем этот это ушемка полно целом ряда показателя превосходит все то что есть на сегодняшний но многие говорят а вы возьмите там детали собрали но тут есть такая засада сейчас покажу вот здесь есть кнопочка на корпусе редуктора она нужна зачем мы на нее нажимаем и фиксируем диск готов чтобы открутить она упирается у нас в этот самый шестерен большую а у нас шестеренка маленькая поэтому без переработки такая вещь не пойдет то есть да нужно что-то но выход есть если мы берем вот такой редуктор потому что у него кнопочка нажимается и фиксируется что двигатель первичный и все то есть в таком распаде можно использовать любую шестерню да но учитывая редукцию усилия вот на это когда мы откручиваем меньше на кнопках логично поэтому она лучше держит поэтому в принципе конструктор лего получается у нас взрослый взрослый да а вот эти все детали они производятся производятся китай пожалуйста можно закупать лучше это дело только единственное что нужен ребрендинг в принципе свои цвета цветовая гамма свои шрифты много много чего и я так полагаю что надо вот эту деталь менять потому что вот эти щели не нужны винты здесь не нужны потому что для этого двигателя вот это все не нужно поэтому надо менять вот эту деталь вот кстати следующий вопрос если не нужны технологические отверстия для охлаждения как же будет охлаждаться нет а тут вот есть частично они останутся нет тут оно будет охлаждать контроллер как вот и в этой машинке и обмотки будет охлаждать но это не значит что надо хватать все то что у тебя режется отсюда продувать через здесь зачем захлам захлам это все подробно только в задней части да поэтому надо несколько вот это дело переформатировать и нам надо если мы начинаем отдувать голову часть из одного из другой автоматически понизится и еще одно плюс у этих машинах заключается в том что мы можем не только регулировать частоту вращения рабочего органа но мы можем организовать плавный старт разгон чтобы не была рывка чтобы не было броска всякие чтобы не выбивало вставки когда мощным инструментом работаешь защиту автомат и можем организовать и она реализована эта функция еще реализована функция быстрая остановка пробовали режете и ждешь когда чтобы шнур порезать а то у тебя вшух остановилась это очень удобно поэтому целый ряд потребительских качеств мы изменим но при этом мы постараемся удержать цену таковую чтобы этот инструмент был по цене естественно да и вот сейчас мы с вами находимся в студии а внизу идет работа кипит снимаются сейчас характеристики двигателя после того как лаборатория наша была переформатирована сейчас выделена измерительная часть в одном местном механическом то есть специалисты работают в отдельном помещении чтобы все соответствовало всем требованиям вот сейчас они как раз занимаются тестированием двигателей вот этих плюс ко всему нам сегодня в Москву пришли пакеты статора и ротора с кита с того свода на который мы планируем заказать все это хозяйство железо поэтому если мы соберем эти двигатели проверим если все удовлетворит нас то мы дадим отмашку на изготовление фактически процесс уже не то чтобы пошел он идет он идет и он стал возможен благодаря тому что мы делали еще на этапах до начала инвестиционного проекта поэтому когда хотят получить результат быстро ну это кролик и к мухам вот реальные такие вот вещи они требуют серьезных затрат хотя когда все это уже будет отработано все это будет сделано дальше будет проще почему если у тебя есть готовый двигатель готовый контроллер а ты его можешь куда дрель перфоратор и пошел пошел уже по всей цепочке электроинструмента в принципе что сделано на коллекторах на вот этих двигателях можно расширять номенкультуру и далее если получить сертификат европейский никто не мешает предложить этот инструмент по конкурентной цене а судя по вышесказанному все то что было озвучено соответствует задачам и требованиям которые предъявляются на территории Евросоюза и не только и не только да поэтому интерес очень большой у заводов про изготовители изготовители вот этого всего дело они очень заинтересованы в этом деле также в этом деле заинтересованы и компании занимающиеся торговлей электроинструментами всякими инструментами потому что они очень заинтересованы в расширении своей номенклатуры самое главное самое главное нам с вами обеспечить хорошие качества для этого контроля должен быть хороший очень высокий контроль вот ну и ценообразование для этого надо не по одному не по одному двум как говорят в гараже хлепать любители есть такие сказки рассказываешь вы в гараже один сделаете и так далее это еще даже Курчатова пришли это что вы сделаете маленькую бумбочку большую мы потом денег дадим на большого вот поэтому ну что можно в старое делать кроликов разводить другого не сделать если у вас есть уже технологическое оборудование и все остальное то измерительное оборудование инструмент соответствующий и так далее то вы получите то что надо потому что даже собрать вот эту вещь да чтобы она имела товарный вид это не такая простая задача хотя бы потому что приучить любителей работать по сараям и гаражам мыть руки и одевать перчатки и маски на себя при сборке а ведь это собирают в перчатках и масках и не чихают даже в рационаре когда вы берете товар открываете там сопли я имею ввиду не сопли на право условно поэтому это еще культура труда а для того чтобы у тебя была культура труда ну тебе не сарай нужен или не сарай нужен поэтому работа предстоит большая какие задачи мы решаем понимаем потому что не сама цель сделать просто ушинку надо сделать ушинку которая бы удовлетворяла нужные потребности людей при этом потребительские качества и цена находились в балансе в разумном соотношении надеюсь мы скоро покажем уже готов образец ну и дальше дело за малым комплектацию закупить а это уже зависит от инвесторов всем спасибо до новых встреч до новых встреч